Болтающиеся в ногах Место ловли может быть Своя гребля Например, чтобы по всяким Кустам продираться Лучше всего это носом вперед И по байдарочному Мы через эти кусты Вот так вот будем проламываться И очень быстро Через них пройдем Лодка прочная Ткань здесь Особой прочности 550 Покрафты обычно делают Из 400 ткани И Такая ткань Она хорошо противостоит Сучкам, палкам Гвоздям Да стеклам конечно не так хорошо Но Усиленная ткань Жертвой лишних полутора килограмм Веса Она все таки позволяет Использовать лодку в тех условиях В которых более тонкие Более легкие лодки Использовать непозволительно Я конечно нехорошо поступаю То что Хожу по водоему Без спасательного Или хотя бы Страховочного жилета Потому что Мой спасжилет Честно говоря Большой Таскать его сюда Мне не захотелось Вот Но Тайм Триал Производит Очень легенькие Компактные Надувные жилеты Я просто забыл Взять такой жилет С производства В следующий раз Я его возьму И даже по нему Дополнительный обзор Сделаю Очень легенький Он сделан из ТПУшки Из 400 Все лямочки Включая паховые Есть То есть он никуда не соскользнет Можно его В обычной ситуации Даже в ненадутом состоянии Держать В случае чего Вот здесь Вот прямо На груди Находятся два клапана Две секции И если какая-то Намек на экстремальную Ситуацию Это сразу Можно это дело Надуть За три секунды И все И будет Жилет Который В случае Непредвиденных обстоятельств Удержит Вас на плаву Подружечка Для головы Подушка Тут Для попы Подушка Там Длины Вполне Хватает Чтобы Ноги Вытянуть Такого большого роста Как я Не так много рыбаков Поэтому Рыбаки Среднего роста Вообще идеально В такой лодке Разместятся На рыбалке Часто Приходится Вот так Проводить Время Когда Например Без клевья Пару часов Без клевья Загорать На солнышке Можно Конечно На берег Высаживаться А зачем Если можно Вот так В лодочке Разместиться Хорошо Удобно Вот кстати Даже те Кто не ловит Рыбу Смотрите Это просто Удобное Кресло Для Водного Отдыха Хотя Вот именно Это Плавсредство Именно этот Пакрафт Создавался Для того Чтобы Ловить С него Рыбу Но Как видно В нем Можно просто Отдыхать Вот сейчас Я примерно Уже Где-то Наверное Четвертый Час На воде 30 часа Точно Откатался Все удобно Ничего Не затекает Сидеть Идеально А теперь Вообще Лежу В центре Водоема Красота Никто Не мешает Можно Вздремнуть Ну тогда Я куда-нибудь Придрифую Никуда не надо У меня якори За собой Можно Вот На козу Поиграть Мелодию И так Забавная Гребля Метод Гребли Грибками Извращение Извращение Удлиняем Весло Это оно Примерно Получится Метр Семьдесят Может Чуть покороче Ой Я уже весь мокрый Весло Короткое Надо его Заносить Над лодкой И в итоге Вся вода Летит И мало того Такая гребля Неэффективна Вариант Отметаем Удлиняемся До стандартной Длины Два Двадцать Так Развернуть Надо О Совсем Другое Дело Нормальная Байдарочная Гребля Ну тоже Если грести Правильно Проводя Вдоль Борта То С лопаты На затылок Капает Это неприятно Два Двадцать Хорошо Идем дальше Это еще Секция На шестьдесят Длиной Получается Чудовищные Два Восемьдесят Вот это Да Вот это Мощь Сразу Ощущается Что лодку Аж Вперед Рвет И кстати Говоря Брызги Все остаются За бортом Какая Забавная Получилась Вещь Но Нагрузка На руки На спину Конечно Больше Потому что Весло Нужно С усилием Проводить По Большей Длине Ну и Скорость Выше Пробуем На весле Двести Восемьдесят Какая Скорость Будет Сейчас Определить Схватит Так Скажем Наши Позиции 4 4 4 6 4 7 5 5 5 5 5 7 Чудо Какое 5 8 Но Силы Приходится 6 6 6 1 Уф Разогнался Блин Весь пруд Пролетел 6 Километров Видел Скорость Вот это Да Но Сил Приходится Стратить Много И ноги Не замочили Крепление Датчика Сюда В принципе Любой датчик Войдет Провод Туда Протаскивается Датчик Поджимается И Вот Этими Губками Он Закусывается И все Будет Практически Заподлицо И Не Помешает Подушечка Обещаю Подушечке Вот здесь Ручку Сделал Вот здесь Ручку Чтобы Можно было Хватать ее И Двигать Например Если захотелось Поспать Так схватил Подвинул Чуть Сюда И тогда В нее Можно Лечь Извлекаем Датчик Попробую Свернуть Лодку Экспресс Методом Сначала Большая Часть Воздуха Выпускается Ну вот Лодка Сложена Вот так вот Вдоль Теперь Начинается Просто Ее Сворачивание В рулон С выдавливанием Воздуха Вот Здесь Заканчивается Задний Баллон А клапан Находится Прямо У перегородки Поэтому Весь воздух При вот таком Сворачивании Уже Выдавлен Продолжаем Сворачивать Дальше А здесь клапан Находится Почти На носовой Оконечности Поэтому Воздух Тоже Прекрасно Уходит Весь Вот и все Готово Вот он такой Малость неаккуратный Но очень быстро Свернутый Сверточек Сумку Надо делать Именно по вот таким Габаритам Для неаккуратного Сворачивания Можно ужимать Конечно Можно воздух Откачивать Но обычно Рыбакам На это времени Нет Поэтому вот так Вот быстро Свернули Сумку Закинули И поехали Домой Рыбу Готовить Из-за того Что клапаны Расположены Грамотно И все сделано Так Чтобы максимально Обеспечить удобство Лодка И Собирается К выходу На воду Быстро Буквально Минут 5 Может быть Там 7 В зависимости От того Кто как Качает Насос Подготавливается В транспортное Положение Вообще Минуты За Две Вот и все Мешка Нету Сумки Пока что Нету Поэтому Понесем Вот так С вами был Андрей Сонар Подписывайтесь На мой канал У меня еще Будет всяких Много Водоплавающих И рыболовных Новинок Так что Следите Я теперь Официально Уже являюсь Одним из Разработчиков Вот таких Вот Лодок И поэтому От меня Будет Самая Оперативная Информация По новинкам Всем удачи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует